Библейский портал экзегет.ру представляет 35 глава второй книги Хроника Липпера Липпомена У нас идет речь про Иосию, праведного царя, который служил Господу, который, более того, при нем был найден договор и он прочитал этот договор, скорее всего, текстурозакония, всему народу, и народ подтвердил желание жить по этому закону. То есть не просто какое-то внутреннее желание, но документ появляется, по которому можно определить, что делать. А в частности, праздновать Пасху как главный праздник. И об этом 35 глава, я читаю ее для библейского портала Экзегет по переводу российского библейского общества. Иосия совершил в Иерусалиме Пасху Господу. Пасхального ягненка заклали в 14-й день первого месяца, как и положено. До этого был рассказ про Языкию, но там они опоздали, они очищали храм от языческих всяких напластований и задержались на месяц. Иосия определила обязанности священников и вдохновила их на служение в Господнем храме. А левитам, святым Господним, наставлявшим всех израильтян, он сказал, оставьте святой ковчег в храме, который построил Соломон, сын Давида, царь Израиля. Вам больше не нужно носить его на плечах. Служите Господу вашему Богу и его народу Израиля. Смотрите, какая-то странность. Они что, ковчег носили туда-сюда? Да похоже, что да, в этом храме чего только не творилось. Там языческие статуи, жертвенники, все подряд. Может, они ковчег оттуда вынесли, чтобы просто не позорить его, не унижать его этим соседством с языческими статуями. А все, теперь можно. Служите Господу вашему Богу и его народу Израиля. Приготовьтесь, разделитесь по отеческим родам, как предписал царь Израиля Давид и его сын Соломон. Тоже очень важно, что все по порядку. Вот не просто куда кому захотелось, а есть строгий распорядок, и они возвращаются каждый раз к нему. «В святилище пусть каждый отряд левитов станет рядом со своими родичами из народа. Закалите пасхального ягненка, осветите, очистите себя и приготовьте его для своих родичей, совершая все, как повелел Господь через Моисея». Главная часть пасхального празднования — это принесение в жертву агнца, ягненка или козленка. Ну, а хорошо сказать «закалить», а где взять, если нету? «Иосия дал народу 30 тысяч ягнят и козлят и 3 тысячи быков из своих стад, пасхальные жертвы для всех собравшихся». О, как мог собрать, наоборот, с них на праздник, а он им раздал, потому что, может быть, не у всех есть. «Его сановники дали народу священникам и левитам скот для добровольных приношений. Хилке, Захария и Ехиэл, распорядители в Господнем храме, дали священникам 2600 ягнят и козлят и 300 быков для пасхальных жертв. Канонии вместе со своими собратьями Шамаю и Нитанелом, Хошавия и Ехиэл и Озавад, начальники левитов, предоставили 5000 ягнят и козлят и 500 быков для пасхальных жертвоприношений. Ну, и люди состоятельные тоже в этом поучаствовали, понятно. Богослужение было подготовлено. Священники заняли свои места, левиты встали по отрядам, как приказал царь. Левиты зарезали пасхальных ягнят и сняли с них шкуры, а священники совершили окропление крови». Даже вот это вот деление, левиты — это как бы помощники священников, вот они предварительно делают работу, а священники совершают окропление. Это самый важный обряд жертвоприношений. «Левиты отделили и отдали народу части животных, предназначенных для жертвоприношения, чтобы простой народ, разделившись по родам, мог принести жертву Господу, как написано в книге Моисея. Подобным образом поступали и с быками. А пасхальных ягнят они готовили на огне, как положено, а священные части жертв готовили в горшках, котлах и тазах и с поспешностью раздавали мясо народу». То есть это еще такая форма совместной трапезы. «После этого левиты приготовили жертвное мясо для себя и для священников». Смотрите, сперва народу, только потом себе. Не из правил вежливости, а потому что священники служат народу, они не себе служат, не своему благополучию. «Для себя и для священников, потому что священники, потомки Аарона, до самой ночи совершали все сожжения и сжигали жир жертв». То есть пока не закончились все обрядовые действия, они даже поесть не могли. Левиты приготовили все для себя и для священников, потомков Аарона. Певцы, потомки Асафа, находились на своих местах, как им повелел Давид. Асаф, Химан и царский провидец Эдутун. Ну, это вот те, кто были при Давиде. «У каждых ворот стояли привратники, им не были нужны оставлять свою службу, так как их собрать Эльвиты все приготовили и для них». Вот такое ощущение, что опять пишет очевидец или по рассказам очевидцев. Мы видели подобное, допустим, при описании Дворцового переворота, когда младенца Иваса привели к власти, или, допустим, реформы языки тоже очень похожи. Ну, наверное, использовали записи очевидцев. Естественно, не всю книгу писал один человек, вот с нуля. В этот день все служили Господу. Они совершили Пасху и принесли все сожжения на Господнем жертвеннике, как и приказал царь Иосия. Все собравшиеся израильтяне праздновали Пасху и праздник пресных хлебов в течение семи дней. Такой Пасхи не бывало в Израиле со времен пророка Самуила. Ни один израильский царь не праздновал Пасху так, как и Осию вместе со священниками, левитами и всеми иудеями и израильтянами, находившимися тогда в Иерусалиме. Эта Пасха была совершена на 18-й год царствами Иосии. Из Икея тоже праздновал Пасху, но все-таки не так торжественно и не так упорядоченно. И вот оказывается, что празднование Пасхи – это и не только главный праздник, но это и такой маркер. Что происходит? Празднуют ли они Пасху? Если да, то как? После всех этих событий, когда Иосии восстановил храмовое богослужение, египетский царь Нехо выступил в походных к Аркемишту на Ефрате, а Иосии выступил со своим войском ему навстречу. Вот с языки была похожая история, все-таки нашествие ассирийцев состоялось, хотя языки был праведным царем. Здесь даже еще печальнее, потому что вообще-то египетский царь фараон Нехо совершенно не собирался нападать на Иосию. Тогда тот, египтянин, отправил к нему гонцов, чтобы передать, «Разве воюем мы с тобой, царь иудейский? Не против тебя я выступил в поход, а против царства, которое ведет со мной войну. Бог велел мне торопиться, он на моей стороне. Остановись они, то Бог тебя погубит». Но Иосия, который уже вооружился на биту, не отступил. Вот упрямство, да, то есть он решил показать, насколько он крут, насколько вот его армия крепка, но он воюет с Египтом, и Египет — могучая держава. Иудеям с ней не справиться. А мог бы отступить, но потерял бы немножечко в своем, так сказать, военном походе, репутация бы его немножко пострадала, но выжил бы, и вообще все было бы гораздо лучше. Но не послушался того, что по велению Бога говорил ему Нехо, оказывается, Бог через языческих царей говорит, «Лени Мегедом вступил в бой. Лучники попали в царя Иосию, тогда царь сказал своим слугам, вынесите меня отсюда, я тяжело ранен. Слуги вытащили его из колесницы, переложили в другой, отвезли в Иерусалим. Там он умер. Его похоронили в гробнице его предков. Вся Иудея и Иерусалим оплакивали Иосию. Иеремия составил плач об Иосии, и вплоть до сегодня все певцы и певицы оплакивают его. В Израиле это вошло в обычаи, и песня эта записана среди плачей. Мы, конечно, ее не знаем, но обратим внимание, что гибель Иосии описана как, пожалуй, самое печальное событие из всех царских историй. То есть явно автор близок к этому времени, потому что, наверное, из Икии тоже оплакали, или каких-то еще даже нечестивых царей кто-то оплакал. У них же были близкие друзья, и народ, в конце концов, почитал кого-то из них, но, видимо, только это он видел своими глазами. Прочие об Иосии, о том, как правильно он жил, следуя закону Господа, о его деяниях, написано от начала до конца в книге царей Иудеи и Израиля. Может быть, это книга царств еще раз. Интересно, что вот это завершение жизни Иосии даже не понимается как отступление от Бога или что-то еще, просто как глупость, как неверное решение, которое оказалось для Иосии рукавом. Бывает и так. Не всегда подсказывает нам хронист, наш автор, надо видеть некую руку Господню в том, что происходит. Иногда человек сам кузнец своего счастья или несчастья. Вот с Иосией, к сожалению, получилось именно так. Ну, а следующая глава завершит эту книгу. Субтитры создавал DimaTorzok